Мы с вами разбирались в особенностях компоновки тела и в особенностях дыхания. Кроме птиц, какие еще из позвоночных вам известны летающие формы? Кого малышина? Летучая мышь, рука, крыла, еще? Белколетяга. А белколетяга активный летунный? Нет, она планет. Она планет. Нам не очень интересно. Птерозавры. 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 Выбиравшие знания. Кстати, из позвоночных-то именно ттерозавры первыми полетом освоили. А теперь давайте смотрим. Эволюционное древо родства у вас есть. Смотрим все три группы. Ттерозавры, птицы и летучая мышь. Родственная или неродственная? Родственная. Нет, они не вредные. Они велико родственные. Ну, ребята, они все позвоночные. Это верно. А так совершенно неродственные. Можно ли ожидать, что у неродственных групп будет происходить абсолютно одинаковое изменение тела? Нет. Нет, нельзя. А вот задачи, которые необходимо решить для активного полета, они от этого куда-нибудь исчезают или остаются? Нет. Ну, допустим, задача уменьшения массы тела. Но все они одинаковые. Задачи-то одинаковые? Да. Значит, мы имеем совершенно гениальную возможность просмотреть разные пути решения сходных задач. Причем не одно и то же. Ведь решить-то нам целый набор задач. Помните, мы с вами считали, сколько это было? Да. Если уж хочешь летать, то будь добр. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Отлично. Так вот, самое поразительное, что очень часто решения оказываются очень близкими. Вот птерозавры, допустим, птицам никакие не рыбочи. Так? Но в глинных костях скелета, в окаменевших костях, обнаружены отверстия. Как по вашему, что это за отверстия? Точно такие же отверстия есть в глинных костях скелета у птиц. Полое? А отверстие, что такое облегчение? Так, а с вашей точки зрения, а у нас с вами, есть ли полости внутри костей? Да. Конечно, есть. Конечно, есть. Только чем они заполнены? Желтым и красным костным мозгом. Костным мозгом. Желтым и красным костным мозгом. А у птиц, гилтерозавров? Он полостный. Такое у нас полный. Мы не заполнены. Жидкость. Жидкость. Ага, а какой смысл тогда? А можно там пролезать? Масса клеток красного и желтого костного мозга и жидкости примерно соизмерима. Ну-ка, 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 рассказывать не буду. Ну, например, вот кость, ворону кости, да? Да. Ну, что же, как бы, пиртузи, они используют ее, чтобы, ну, вот, мышцы проделать? Нет? Разве не так? Так, это верно. Только внутреннюю эту полость, которая внутри кости, как можно использовать? Для того, чтобы решить задачу экономии массы тела. Воздухом. Воздухом. А воздух только в какой системе органов имеет право? Жидкость. Только в дыхательной. Как можно воздух загнать внутрь костей? В костей или в костей? Вот это вот что такое? Воздушные мешки. Воздушные мешки. Берем несколько воздушных мешков, так, выводим из команды вентиляция и направляем внутрь костей полости. В результате внутри кости у нас что оказывается? Клеточное заполнение или воздух? Воздух. Воздух. Как это скажется на массе тела? Оно не есть. Понятно? Ну. Экономия массы тела. Воздушные мешки, врастающие в полости костей. Но если они врастают в полости костей, там дырка должна быть для того, чтобы мешок туда вышел. Вот это называется перфорация костей, да? У птиц есть, у птерозавров есть, а у кого кроме них нет. Теперь дальше. Кругу продукты розавров строятся иначе. У них не периодит летательная перепонка. И мы говорили, она натягивается на какую часть крови? На мизинец. Один-единственный палец, гигантский, несущий летательную перепонку. Хорошо. А во всем остальном изменение конечностей совершенно такой же, как у птиц. В поясе конечностей. Проблемы ровно те же. От этих проблем не уезжаешь. Да? Проблема сжатия, крушения грудной клетки. Но дело в том, что в ходе эволюции птерозавры потеряли ключицу. Нет у них ключицы. Так? А догадаетесь, какое положение каракольд занимает? Совершенно такое же, как у птиц. Подпорка, ведущая плечевого сустава к груди. Могучие каракольды. Хорошо. Причем даже, пожалуй, еще более мощные. Потому что ведь ключицы птицам не дают плечам смещаться к центральной оси. А у этих ключицам нет? Помните там? А у птерозавров нет ключицы. Поэтому блокируется вот это движение плечей за счет того, что просто очень мощная каракольная вилка. Ну, жесткая кость, которую сломать трудно. Вот. Хорошо уже. Детучая мыша. А вот у этой группы возникло большое количество проблем. На этом же пути задачки ровно те же самые. Летучие мыши никогда не были большими. И в принципе не могут быть большими. Вес больше, допустим, полутора килограмм для них не достижим. В чем дело? У млекопитающих нет аэрированных костей. По простой причине у млекопитающих нет воздушных мешков. У нас же с вами легкие другого типа. Вот так, значит, тогда как же они с дыханием так пользуются? У птиц вот это дыхание за счет противоточного обогащения. У млекопитающих такого не бывает. Ну и подумайте, как увеличить вентиляцию легких у млекопитающего. Там есть один гонус, который мы с вами упоминали. Предки наши, рептилия, вентилировались как? Сдвигая, раздвигая ребра. У нас реберное дыхание сохраняется? Да. Да, конечно. А еще? Через кожу? Нет. Безообмен, если не ошибаюсь, третий знак просто запятой. Через кожу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая сила, кроме реберных движений, гонит у нас с вами воздух в легкую зерку? Упоминали. Да, жара действует тяжело в мозге. А то, что у млекопитающих, у всех, полость тела стала двухкомнатной. Говорили или нет? Не говорили, да? Что вырастает перегородка, отделяющая? Да. А как перегородка что называется? Диапрагма. А диапрагма это мышцы или просто сухожильная племость? Это мышцы. А мышцы могут менять форму? Да. Могут. Ну, родная форма диапрагмы какая? Не дуба, лучше говорить, а купол. Купол. Купол вот так вверх направленный. Так. Мышцы расходятся радиально из центра. Если они сокращаются, как меняется форма диапрагмы? Уплощается. Как это влияет на объем грудной грудной грудки? Увеличивается. Он увеличивается. Увеличивается. В полости толкнет ее обратно. Какая фаза дыхательного движения? Выбор. 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 Грудная грудная клетка. Ну, форма грудной клетки человека более-менее представляете? Да, славно. Увеличивается. Увеличивается. Вот так. Вот если это скелет, череп, грудная клетка. Вот она. Смотрите, это воронка. Резко сужающаяся в голове, резко расширяющаяся назад. Диапрагма стоит вот здесь. В результате, что с эффективностью вот этого диапрагмального насоса? Исключительно высока. Так? За счет этого подняли вентиляцию легких. Кстати, за счет этого решается еще одна безумная по сложности затеча. У нас у млекопитающих нет вороньей кости. Нет каракойда. То есть мы не можем вот такую подпорку провести. По идее, грудная клетка у ледучей мыши должна быть раздавлена. Да? Продолжение. Вот ее. Нет, я правда не могу помешать. Вот лопатки, вот ключевые суставы, вот пошло крылом. Ключицы в данном случае не помощники. Ключицы идут вот так, грудине. Запереть грудную клетку они не могут. Но дело в том, что летучие мыши так по-другому делают полетные движения. Птица когда летит, машет крыльями вот так, вверх-вниз. А летучие мышь не так. Вверх-назад, вниз-вперед. Вверх-назад, вниз-вперед. То есть движение, если мы рисуем сбоку, не перпендикулярно звоночникам. А по диагонали. Да-да-да-да. А вот так, по диагонали. В результате, ключевую кость нам надо двигать по диагонали. Так? А это значит, усилие будет направлено на излом грудной клетки. Или вектор будет скользить параллельно вот этой линии. Вы представляете, это воронка. Если вы вот сюда закрепили мышцы, так, а двигать мы собираемся не перпендикулярно позвоночникам, а под углом, так, то усилие не будет ломать грудного клетка. Правда, возникают некоторые сложности с созданием подъемной силы. Поэтому подъемная сила у крыля, у летучей мыши формируется совершенно не так же, как на птичьей. Но вот при вот этих угловых движениях, так, использовать эффекты птичьего крыла невозможно. Там немножко другая игра, но обратно говорить с вами в этой части не будем. В результате, что мы с вами получили? Вот смотрите, какая интересная штука. На самом первом занятии, в самый первый час занятия мы составили список особенностей драконов. И там много самых разных чудесных и странно сложно объяснимых свойств. А мы ведь начали возиться вроде самой простой. Полет. И посмотрите, какое количество проблем мы нарушили. Значит, если предположить, что драконы были взлетающими существами, должны ли они были как-то решить все эти проблемы? Да. Совершенно необходимо. Значит, мы получили гениальную возможность, совершенно точное представление о том, какими особенностями должны были обладать драконы. Да. Это понятно? Да. Это понятно. Хорошо. Но вот такой прямой подход. Берем и объясняем каждую особенность. Оказывается, в общем-то, тупиковым. Помните вашу игру с третьим поясом? Да. Ну да, вы его объяснили. А какое-то отношение имеет к ним такое? Никакого обклада. Из-за всех. Никакого об девушке. Ну, как-то вот там крылья сами по себе, девушки сами по себе. Не очень интересная игра получается. Такая конструкция из изолированных блоков никак не связана друг с другом. Ну, просто рассыпется и все как карточный домик. Сейчас мы с вами отработаем еще один маленький частный, но очень важный момент. А после этого начнем строить общую конструкцию. Посмотрим, как она подстроилась. А маленький частный момент чисто геометрический.